Здарова, творец! На связи Слава Хохлов, и сегодня мы с тобой погрузимся в мир нейронок. Именно с помощью Runway мы научимся с тобой делать крутые эффекты для своих видосов. Если раньше, чтобы сделать крутую графику и спецэффекты, нужно было изучать автор эффект, синьку и кучу других профессиональных программ, что можно даже застрелиться, и вдохновение убежит, пока ты их изучишь, и твоя любовь где-нибудь на полочке останется, то сейчас тебе достаточно запустить вольшь пару нейронок, чтобы сделать крутые эффекты. Сейчас, подожди. Так, а где магнитик? Нейросеть по поиску магнитиков, найдись. Он, оказывается, не такой сильный, как я думал. По старинке. Вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да, это не замена профессиональной программы, но ты с помощью нее сможешь создать крутые эффекты, вдохновиться, показать, на что ты способен, и действительно преобразить свои видеоролики. Это действительно такая палочка-выручалочка. Поэтому давай в сегодняшнем видосе разберемся, что такое ранвей, как она генерирует такие крутые видеоролики, которые просто заполоняют интернет, в ТикТоке, нельзя грамме, в Ютьюбе, просто кучу контента, связанных с этой нейронкой. И когда ты смотришь, вау, это сделала эта нейронка, ты это кинул профессионально. Я что, так же буду делать? Да, ты сможешь делать точно так же. И сегодня я тебе расскажу про весь ее функционал, даже покажу, как она умеет генерировать видосы. Ты уж там меня сильно не ругай, мы тут в ППХ делаем для тебя контент, а еще творческий интенсив проводим. Поэтому я тебе наглядно покажу, что она умеет делать, но уже шедевры с тебя. И обязательно делись ими в комментариях. Погнали погружаться в мир нейронок вместе с ранвеем. И ты меня спросишь, Слав, а что за творческий интенсив? А я тебе отвечу. Это движуха, которая изменит тебя на до и после. Ты можешь сейчас увидеть работу ребят, которые залетели на этот интенсив. Смотри, что они делали до и что у них получилось сделать после. А это всего лишь один небольшой урок, который их научил монтировать. Причем они сами выбрали, в каком софте это делать. На телефоне или на компьютере. Кроме этого, они поняли, как продвигать себя как форца, потому что креатор — это новый урок звезды. А на интенсиве есть отдельный урок по продвижению себя как творческой единицы. И кроме этого, они уже делают свои первые шаги в коммерческом направлении, потому что есть отдельный урок по работе с клиентами и как зарабатывать деньжище на своем творчестве. То есть три урока на творческом интенсиве совершенно бесплатно. И есть еще личный куратор, который проверяет домашки и помогает разобраться с проблемами. И тебе скажу по секрету, вся моя команда сидит, советует творцам, что им сделать лучше, как справиться с своей ошибкой. В общем, это движ, который еще непонятно, сколько продлится. Но те ребята, которые залетели, уже сделали крутые работы, выложили в своих социальных сетях. Они начали свою творческую карьеру, прислали кучу благодарностей. И зовут тебя, потому что вся подробная информация находится в описании. Залетай, регистрируйся и создавай видос себе в портфолио и начни свою творческую карьеру вместе с нами. Это пока все бесплатно. А теперь к Runway! Итак, начнем с того, что вообще такое Runway. Это нейросеть и инструмент для автоматизации видеомонтажа, который использует машинное обучение для выполнения сложных задач. Он помогает вырезать объекты, удалять фон, улучшать видео с помощью цветокоррекции и даже добавлять спецэффекты. Проще говоря, это не просто программа, а целый набор инструментов, которые облегчают рутинные задачи монтажера. Почему же Runway особенно полезен для новичков? Все просто. Этот инструмент позволяет ускорить выполнение рутинных задач и сфокусироваться на творчестве. Вот как он может вам помочь. Упрощение сложных процессов. Вам не нужно вручную вырезать каждый кадр или настраивать сложные эффекты. Runway автоматизирует эти процессы, и вы можете сосредоточиться на создании крутых идей. Вторая экономия времени. Нейросеть может обрабатывать кадры значительно быстрее, чем ручная работа в классических видеоредакторах. Это особенно полезно, когда у вас большие проекты или дедлайны на носу. Третий. Поддержка разных форматов и интеграция. Runway можно использовать совместно с другими программами, такими как After Effects или Premiere Pro, чтобы улучшить рабочий процесс и добавить больше гибкости. Теперь давайте посмотрим, что Runway умеет делать. Вот топ-фишек, которые особенно полезны для видеомейкеров. Первое. Автоматическое удаление фона. Просто загрузите видео, и нейросеть сама вырежет фон. Даже если объект движется, это идеально подходит для создания зеленого экрана или замены фона. Недавно мы уже выпускали видео по этой теме. Там мы сравнивали CM2 и Runway. Второе. Можно удалить объект на видео. Если у тебя появился незваный гость на видео или хочется убрать лишнее, все работает быстро. Третье. Цветокоррекция и улучшение изображения. Runway может автоматически подстраивать цвет, чтобы видео выглядело более профессионально. Просто пропиши настроение, которое хочешь видеть. Четвертое. Добавление визуальных эффектов. Нейросеть может накладывать эффекты, например, анимацию, размытие или даже стилизацию видео под определенный стиль. Например, сделать VFX на своих видео, чтобы что-то на тебя стекало. Или вдруг понадобилось, чтобы на статуе льва появились волосы. Задачи бывают разные, и с многими Runway справляется. Пятый. Можешь создать видео или анимировать картинку. Шестое. Отслеживание объекта, чтобы потом привязать свою графику или объект. А теперь давайте посмотрим, как же начать использовать Runway на практике. Есть множество инструментов для реализации твоих идей или исправления косяков на постпродакшне. Например, можешь сделать слоумо, когда не хватает кадров. Также покажу, как пользоваться нейронкой, не выходя из нее. Для начала создам себе видео. Лучшая версия нейронки платная, но здесь есть и бесплатный вариант. Покажу, как она делает. Плюс для того, чтобы смог повторить, оставлю архив в Телеграме. Ну, либо используйте после свои видео. Ведь показываю, чтобы потом ты смог всем этим пользоваться. Но чтобы получилось видео качественнее, я рендерю себе картинки в самом Runway. Здесь и выбор дается из четырех. Это экономит время и твои поинты. Мне нужна фотка оператора и панорамный вид сзади. Нейронка принимает только английский, так что использую переводчик. Нужная генерация получилась не с первого раза. Вот этот мне нравится. Возвращаюсь во вкладку генерации видео. Загружаю фото. После перевожу статичная камера. Трава шевелится. Копирую и вставляю в окно промпта и жду генерацию. Вот такой получился. Сделаю еще один вариант. Во втором реалистично получилась трава, а в первом движется голова. Так что пригодятся оба. Захожу в другую вкладку Rem of Background. Там же мы и будем монтировать. Нажимаю на объекты, которые хочу вырезать. Она справляется хорошо, но есть нюансы, которые сейчас поправим. Нажимая эту кнопку, ты можешь чистить свою маску. Нажимая на кисть, ты можешь задавать точнее края. Когда закончил. Нажимай Done Masking. Я же говорил, что используем две генерации. Новые генерации находятся во вкладке Asset. Закидываю на таймлайн, где трава лучше получилась. После нажимаю Inpiting. И выделяю человека и штатив, чтобы удалить их видео. Вот так вышло. Как закончишь, нажимай Done. Дальше понадобятся фоны для видео. Его также генерирую как оператора. Создал несколько. После анимировал с помощью генерации через фото. Там промпты простые. Где лес горит, прописал на английском Анимируй огонь. Вышло супер. После Корабль. Там все просто. Добавь движение корабля и волн. Здесь получилось еще эффектнее. Дальше. Анимируй траву, будто ветер. Также. Анимируй волны. После анимировать джунгли. Камера статичная. В этот раз нейронка не послушалась. И получилось движение. Но ничего, так даже лучше вышло. Возвращаюсь во вкладку с монтажкой. Закидываю получившееся видео. Второй кадр с горящим лесом. После него идет корабль. Корабль движется. Так что и оператора надо привязать к кораблю, чтобы выглядело естественно. Нажимаю кнопку Motion Tracking. И нажимаю точку, к чему привязаться. Трекер не слетает. Так что нажимаю Done. После подгоняю футаж с оператором под футаж с кораблем. Справа трекинг. И выбираю футаж с оператором. Нажимаю на таймлайне на футаж с оператором. И сдвигаю по позиции. Настройка позиции, правый верхний угол. Чтобы убрать красный маркер, нажимай здесь на глазик. После джунгли. Из-за того, чтобы не смещать оператора, подгоню кадр с джунглями по увеличению и позиции. Чтобы дорога оказалась не посередине, а правее. Чтобы скопировать нужный тебе слой, зажимай Alt. Нажимай левую кнопку мыши и двигай. А в остальном, так же как с футажом корабля. С футажом моря, так же. Уже ничего сложного. Добавлю еще текст. С ним будет выглядеть лучше и сильнее. Камерамен переводится как оператор. Выбрал винтажный шрифт. Цвет такой. И добавил обводку, чтобы не сливалось с фоном. Остался последний штрих. Это покрасить видео. Экспортирую готовое видео. После. Захожу во вкладку Color Grade. Пишу такой запрос. Теплые тона, как у Веса Андерсона. Получилось хорошо. Вот что в итоге вышло. Как и говорил, видео получилось только в Runway. Не выходя в другие программы. Создавай все, что душе угодно. Используй и комбинируй разные возможности нейронок. Ведь нет пределу совершенству. И напоследок, несколько советов для тех, кто только начинает свой путь в монтаже. Первый. Не бойтесь пробовать новые инструменты. Такие программы, как Runway, могут показаться сложными на первый взгляд. Но чем больше вы пробуете, тем лучше будете понимать, как все работает. Нейронки будут дальше развиваться, а навык с их работой еще пригодится. Второй. Используйте автоматизацию там, где это возможно. Не тратьте время на рутинные задачи, если их можно автоматизировать с помощью нейросети. Например, которые мы разбирали с вырезом объектов, удалением лишнего. Это тратит иногда огромное количество времени. Третье. Учитесь интегрировать разные инструменты. Даже если вы используете Runway. Не забывайте про After Effects, Premiere Pro и другие программы. Ведь ты можешь дополнить свои видео нужными эффектами. Сделать анимацию или текст. Иногда нейронка работает не идеально. Просто пробуй до момента, пока не понравится. Ну что, мой друг. Как ты можешь видеть, Runway это практически отдельный софт, который интегрируется во все остальные монтажные программы. То есть, ты захотел сделать крутой видос, открываешь его и используешь. Ты не представляешь, какое количество направлений для использования этой программы. Но я тебе напомню, она не заменит профессиональных программ. Premiere Pro, Da Vinci, After Effects, Синька. Это хотя бы минимальный набор программ, которые ты обязательно изучишь. Потому что ты точно убедишься, что ты сможешь создавать классные видосы, используя Runway. И потом ты захочешь уже использовать профессиональный софт. Мы тебя ждем на этом пути. И я надеюсь, что уже прямо сейчас ты станешь на чуточку лучше в своем творческом подходе. И не забывай про творческий интенсив. С тобой был Слава Хохлов, это канал КХС. И еще увидимся.